Районы, кварталы, жилые, массивы... Многие, приезжая в Стамбул, сталкиваются с вопросом аренды квартиры и тут же оказываются перед выбором района. Стамбул такой большой, районов так много, мы когда с Вова приехали искали информацию по всему интернету, чтобы определиться с районом. Ведь хочется жить не просто в Стамбуле, а в районе с хорошей инфраструктурой, транспортным сообщением и понимать, кто живет вокруг тебя. Мы продолжаем наш цикл, посвященный разбору районов. И сегодня видео будет посвящено районам, пригодных для длительного проживания в Стамбуле. Присоединяйся к обсуждению. На канале Turki Space меня зовут Владимир. Я Олеся. И сегодня мы тебе расскажем про районы в европейской части Стамбула. Погнали! Итак, первый район, в котором можно поселиться для длительной аренды и длительного проживания – район Зейтинбурну. Этот район с историей претерпел множество изменений. Известно, что в византийские времена здесь стояла крепость Киклобион. Это было укрепление, охраняющее прибрежную дорогу в Константинополь. Несколько раз опорный пункт подвергался осадам арабских солдат, но полное запустение постигло крепость уже после падения византийской столицы в 1453 году. Долгое время на этой земле выращивали оливковые сады, за что территорию так и называли – мыс оливковых деревьев. Но с начала 19-го столетия здесь стала развиваться кожевенная индустрия, и чуть позже и текстильная. После завоевания османами Константинополя район Зейтинбурну обживали разные народы – греки, армяне, болгары, евреи и турки. В 1950-х годах, в период массовой миграции переселенцев из Анатолии, местность стала активно застраиваться нелегальными постройками. Население так быстро росло, а область стремительно развивалась. И уже в 1957 году округ Зейтинбурну получил статус отдельной административной единицы в составе Стамбула. И сегодня известен благодаря развитой кожевенной и текстильной промышленности. Именно здесь расположено множество паблик по пошиву изделий из кожи и меха. Здесь же сосредоточены лучшие магазины по продаже шуб, дубленок, кожаных курток и аксессуаров. Среди туристов и местного населения район популярен благодаря демократическим ценам на меха и кожу, из-за собственного производства. На территории расположено несколько достопримечательностей. Крепостная стена Константинополя, арена Абди и Пекчи, исторический музей, мавзолея и старый православный храм. Район густо населен, является одним из главных узлов транспортного сообщения Стамбула. Аренда жилья здесь относительно недорогая. Туристу, ищенную недорогое жилье и готовому потратить время на общественный транспорт, будет удобно расположиться в этом районе. Для постоянного проживания район также вполне комфортен за счет демократических цен. Район Авджелар. Этот район считается одним из самых густонаселенных. Сегодня здесь проживает больше 430 тысяч человек и население продолжает расти. На территории района расположен крупнейший турецкий порт Амбарлы-Лиманы. Через него проходит внушительная часть экспорта и импорта страны. Район является чисто спальным. Архитектура состоит из высоток, жилых комплексов и малоэтажных домов. Благоустроен, близко к побережью Мрамбранного моря, удобен для постоянного проживания. И цены на аренду здесь также умеренные. Район Бакджелар. Очень густонаселенный район, насчитывает около 700 тысяч жителей. Основная масса жителей – это рабочий класс. Район застроен в основном современными жилыми комплексами, высотками. А также в 2001 году здесь возвели большой олимпийский спорткомплекс, на открытие которого даже приезжал Жан-Кот Ван-Дам. На двух грузовиках вот так вот, шпагатик. Подходит для постоянного проживания. Район очень благоустроен и цены здесь умеренные. Район Бакджелиявле. Этот район относится к одному из пяти самых густонаселенных с численностью населения около 600 тысяч человек. Он застроен современными высотками и жилыми комплексами. Имеет развитое транспортное сообщение и близкое расположение к району Фатих, что делает его удобным для временного проживания туристу. Для постоянного проживания также удобен ввиду высокого благоустройства и умеренных цен на жилье. Район Башакшихир. Современный, тихий, очень зеленый район, не слишком перенаселенный. Здесь как малоэтажные дома, так и высотные жилые комплексы. Благоустроены с умеренными ценами на недвижимость. В районе расположен стадион имени Ататюрка, где проводят концерты и спортивные соревнования. А также футбольный стадион Башакшихир и Фатихтыри. Удобен для постоянного проживания. Район Бейлик-Дюзю. Это молодой и быстро развивающийся район, где совсем нет старых построек. В нем хорошо развита транспортная сеть, культурная составляющая в виде парков, спортивных клубов, бассейнов. Здесь также расположен крупнейший выставочный комплекс Тюям. Музей морской жизни имени рыбака Кенана. Бейлик-Дюзю удобно расположился на побережье Мраморного моря, благодаря чему местные жители имеют возможность отдыхать на местных пляжах и ежегодно устраивать здесь рыбные и пляжные фестивали. В этом районе проживает большая часть русскоязычного населения. Здесь легко найти салоны красоты с русскоязычными сотрудниками. Цены на жилье в нем также умеренные и он очень удобен для постоянного проживания. Район Буюк-Чекмедже. Это больше индустриальный район, застроенный многоквартирными высотками, с хорошей инфраструктурой, транспортной магистралью и местами для отдыха. Несмотря на свою величину, пока остается тихим и малонаселенным. Район расположен вдоль длинной береговой линии со стороны Мраморного моря, а также вокруг залива и одноименного водоема озера Буюк-Чекмедже. Из достопримечательностей здесь арочный мост, который построил великий архитектор Синам в 1067 году, мост Султана Сулеймана, парк отдыха Культур Парк, пляжи Буюк-Чекмедже Пляжи и Миндир Бич Клаб. Кафе и рестораны на побережье, турецкий Диснейленд, тематический парк развлечений Татилья. Очень удобен для постоянного проживания, в районе есть абсолютно все для комфортной жизни. Цены на жилье умеренные. Район Бакиркей. Во времена Константинополя в этой части города располагались императорские дворцы и священные храмы, но сейчас этот район считается деловым центром города. Это очень светлый и благоустроенный район на берегу Мраморного моря с множеством недорогих магазинов и кафе на любой вкус с видом на набережную. В этом районе располагаются огромные торговые центры, карусель, капасити и галерея. Достопримечательностей здесь мало. Есть центр Януса Эмре на территории бывшего порохового склада, цистерна Филдамы из Сарнэджи и греческая церковь 19-го столетия. Также в районе есть место для пляжного отдыха на пляжах Флория и Еширкёй. В районе хорошее транспортное сообщение, развита инфраструктура, но до исторического центра достаточно далеко. Цены на жильё здесь умеренные. Этот район не сильно подойдёт для туристического отдыха, так как придётся тратить время на дорогу до основных туристических мест. Он больше подойдёт для постоянного и краткосрочного проживания по ВНЖ. Так как в районе есть абсолютно всё для комфортной жизни в виде множества магазинов для покупки продуктов, бытовых нужд. Есть где пошопиться, выбор кафе многообразен, есть набережная для прогулок и недалеко городские пляжи, много скверов и парков. Лес Татюрка там крутой. Очень много котов там. Любите котов? Лес Татюрка. Район Кагитхане. Район удачно расположен по соседству с популярными районами Шишли и Бешикташ. Что делает его удобным для аренды квартиры для туристов, а также для постоянного проживания. Цены в районе ниже, чем в соседних районах. Район очень зелёный, благоустроенный, довольно тихий и спокойный. В районе имеется торговый центр Сапфир. Удобное транспортное сообщение. Район Силибри. Этот район считается курортным пригородом Стамбула в 65 километрах от центральной части города. Район расположился вдоль 45-километрового песчаного побережья и застроен многочисленными коттеджами, вилами, пригородными домами, отелями, оздоровительными и спортивными клубами, куда местные приезжают на уикенды. Территория района довольно-таки обширная, а население небольшое, всего 150 тысяч человек. Район Шад района равнинный с большим количеством озеленения. Район считается экологически чистым. Здесь нет никаких фабрик с производством. Из достопримечательностей здесь относящиеся к раннеизантийскому периоду длинные стены Фракии, построенные императором Анастасием I в V веке для внешней защиты Константинополя. Также имеются останки Османской империи, это цистерны и мечеть Перимих Метбаши. А также в районе расположена крупнейшая во всей Европе тюрьма строгого режима вместительностью до 11 тысяч заключенных. Вот это достопримечательность. Всем стоит посмотреть, но не стоит посещать. Ну тюрьму надо было же упомянуть. Должны же знать, что в районе есть тюрьма. Если вдруг тоже не захотел. Цены на жилье в этом районе ближе к высоким. И для постоянного проживания район прекрасен. Ощущение, будто живешь за городом. А вот для туриста будет неудобно ввиду отдаленности от основных достопримечательностей города. Район Чаталджа. Территориально самый крупный район города, но при этом самый малозаселенный. Здесь проживает всего около 100 тысяч человек. Район находится на окраине города, на хребте между мраморным и черными морями. Очень далеко от центра. В районе много лесов, парковых зон. Береговая линия района занимает аж 135 километров. В 10 километрах находится природный парк Чилингоз, считающий заповедной зоной. Этот район прекрасен для лесных прогулок, кемпинга, палаточного типа отдыха, а также для пляжного. Проживающее население занимается животноводством и сельским хозяйством. Аренда квартиры здесь относительно невысокая. Для постоянного проживания район отлично подходит. А вот для туриста будет очень далеко от центра. Районы Сеньюрт – самый благоустроенный район Стамбула и поэтому самый густонаселенный. И население продолжает расти. По последним данным, здесь проживает около миллиона человек. Здесь продолжают возводиться жилые комплексы по достаточно невысоким ценам. В районе проживает множество иностранцев, в том числе и русскоговорящих. В районе расположено много университетов, культурных центров и парков для отдыха. Самым популярным из них считается парк РДЖ Патаипа Эрдогана. В пяти километрах от округа находится выставочный центр Тюяп. Кроме того, в Сеньюрт работают как минимум три крупных торговых центра – Эскюле, Ториум и Акбаты. Район удобен для постоянного проживания, но много улиц закрыты властями для получения ВНЖ. Принцевые острова, или район Адалар, как он известен в Стамбуле, весьма экзотическое место для проживания. Это частые направления туристов и местных, которые частенько ездят на острова на уикенды и длинные праздники. Архипелаг Адалар расположен к югу от центра города и состоит из девяти островов. Эта территория является самой малонаселенной, где проживает всего 14 тысяч человек. И заселены остаются лишь только шесть из девяти островов. Туристы, как правило, посещают четыре самых крупных острова – Буюкада, Бургазада, Канылада и Хейбиляада. Транспортное сообщение с островами хорошо налажено. Паромы сюда отправляются ежедневно от причала Каботаж на европейской стороне или Бастанжи, Картала, Малтепес, Азиатской части города. Район высокоэкологичный. Здесь запрещены к использованию традиционные машины, только электротранспорт, велосипеды, лошади и повозки. Для любителей уединенного проживания острова отлично подходят, так как добраться до основной части города не составит большого труда. Туристам, не впервые приехавшим в Стамбул и обходившим все достопримечательности вдоль и поперек, эти острова подойдут для экзотического спокойного типа отдыха. Для постоянного проживания тоже отличный вариант, особенно с детьми. Ну вот, пожалуй, и все выделенные нами районы европейской части Стамбула подходящие для длительного проживания, по нашему мнению. Следующее видео посвятим проживанию в азиатской части Стамбула. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Пишите комментарии, если что-то непонятно, мы на все вопросы ответим. Подняли, обняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания. До свидания.